В активе детского театрального коллектива «Чародеи» Дворца культуры имени Гагарина уже несколько постановок, но спектакль по стихотворениям ребята и художественный руководитель Людмила Чистякова делают впервые. Для премьеры выбрали творчество современного автора, российского детского писателя и поэта Артура Геворгизова. Поэт современный, замечательный поэт. Его называют не педагогичным поэтом, но он 25 лет уже преподает гитару, поэтому он педагог. Скорее всего, он не назидательный поэт, он хулиганский. Его сравнивают с Хармсом и говорят о том, что он очень деликатно со словом общается, так как редкие современные поэты этим занимаются. Постановка «Когда некогда» – это веселые и живые образы. Поэт легко отвечает на вопросы, которые могут показаться смешными взрослым, но не детям. К примеру, жара – это не лучшая погода для родителей. Но мальчишки и девчонки радуются известию о настоящей подводной лодке в высохшем русле Москвы-реки. Все приходят с работы, включают кондиционеры. Вырубается свет, не выдерживает проводка. Такую жару не выдерживают даже милиционеры отряда спецназначения. Подводная лодка лежит на дне высохшего русла Москвы-реки. Асфальт плавится. Развезло. И на завтра такая же сводка. А вот дети считают, что им повезло. Настоящая подводная лодка! Ух ты! Ссория младших и старших. Конфликт. Младшие дети, получается, которые младше у нас поколение. Мы с ними идем на определенные конфликты. И стихами Геворгизова, Артура, мы все это показываем. Мне было достаточно сложно, потому что у меня есть некая боязнь стихов. Но пришлось преодолеть себя. И сейчас достаточно легко. У нас нет определенных ролей. По ходу спектакля мы меняемся. Мы и болото, мы вообще все, что можно только себе представить. В постановке задействовано 25 человек. Старшая и младшая группа. Причем совсем юных актеров намного больше. Как призналась режиссер спектакля Людмила Чистякова, за них она волновалась больше всего. И их приходилось немного дисциплинировать. На премьеру в малый зал Дворца культуры Мнигагарина пришли родители, бабушки и дедушки. Здесь же и младшие сестренки и братишки. На вопрос, кому будет интересен спектакль, сами участники постановки в мнениях разошлись. Я думаю, что детям... Кстати, нет. Там нет такой определенной взрослой категории, потому что это конфликт и взрослых, и маленьких. Можно любую брать. Мы как-то разговаривали о возрастах и подумали, что спектакль от ноля до девяносто девяти. Достаточно интересная как бы задумка. И правда, для всех возрастов это было бы интересно очень. Не получаются низкие ноты? Композитор какой-то пепюш. Пепюш! Пепюш. Вот приходишь с работы, и приходится все это слушать с улыбкой. А что вы делали днем? Почему не играли пепюша? Мы, папа, решили тебя подождем. Ты ведь хочешь послушать? В планах творческой группы демонстрация спектакля «Когда некогда» в лавке удивительных историй «Буквалет» 15 мая. Юных актеров поддерживают родные, да и сами они верят в успех. Я очень верю, что у нас все получится. И мы уже нашли... У нас есть уже очень много интересного материала, который мы будем играть в «Буквалете». Вот, и на выездах. В общем, у нас есть очень много всего, и очень интересно. Татьяна Трушкина, Адзе Магомедов, День города.